Всем привет, на связи IT District и в сегодняшнем видео я расскажу всем тем, кто вообще не представляет и не знает, я расскажу о том, как создать любой сайт, не важно что вам нужно, либо это интернет-магазин, либо одностраничный сайт, либо это блог, хотя актуальность блогов самостоятельных на самостоятельных сайтах сейчас вызывают огромные вопросы, либо это многостраничный сайт, все равно я вам расскажу как создать сайт самостоятельный сайт. Это такая вот инструкция, можно сказать, для всех, кто не представляет вообще, как это можно сделать, ну грубо говоря, для чайника. То есть я вам расскажу о такой великолепной системе, как WordPress. Если вы хотите создать свой собственный интернет-магазин или научиться создавать его на заказ, тогда у меня для вас есть обучающая программа, стоимость ее составляет всего лишь нам всего 500 рублей. Если вы хотите стать профессиональным разработчиком сайтов, тогда у меня есть для вас обучающая программа WordPress Академия, пройдя которую, вы станете профессиональным разработчиком сайтов и сможете зарабатывать разработкой себе на жизнь. Кроме того, в случае, если вы записываетесь в WordPress Академию, вы получаете все мои остальные курсы бесплатно. Стоимость WordPress Академии 1000 рублей. Под видео есть ссылки для записи моей обучающей программы, а также для консультации и связи со мной. Смело пишите мне в личку в социальных сетях, я вам проконсультирую и запишу в обучающую программу. WordPress это движок для сайтов, который позволяет самостоятельно, без знаний, абсолютно без всяких навыков программирования, создать самостоятельно свой сайт или создать его на заказ. Именно системы, подобные WordPress, напрочь убили профессию веб-разработчика и сделали сайты намного доступнее. Теперь любой сайт может позволить себе абсолютно каждый. Итак, с чего же начинается сайт? Сайт начинается с домена и хостинга. Сейчас мы быстренько пробежимся по этим понятиям. Я вам расскажу, как тут все устроено. На самом деле вокруг доменов и хостингов развито просто множество каких-то мифов, слухов. Об этом я может сделать отдельное видео. Ну, суть простая. Для того, чтобы ваш сайт был доступен в интернете, у него должен быть адрес. Этот адрес, этим адресом будет являться для вас домен. Например, вы хотите продавать, например, мобильные телефоны в Ростове-на-Дону. Вы можете, если, конечно, не занятое доменное имя, взять доменное имя, мобильные телефоны в Ростове-на-Дону. Если это доменное имя занято, то вы можете добавить несколько символов. Ее не можно. Это вам нужно доменное имя немножко изменить до тех пор, пока это доменное имя будет свободное. Ну, или вы можете взять по названию своей компании. Итак, где же взять эти доменные имена? Все просто. Доменные имена предоставляют вам в пользование хостинг-компании. Их очень множество, и как от мелких до крупных, иностранных. У вас под видео будет ссылка на самые популярные хостинг-компании. Там буквально это RooCenter, McHost, Baggett, Reg.ru и та, которой я пользуюсь, американская интерсерва. И когда вы зарегистрируете домен, это всего лишь будет домен. Теперь для того, чтобы ваш сайт был виден в интернете, вам нужно оплачивать хостинг. Хостинг – это некоторое пространство виртуальное, на котором будут располагаться файлы вашего сайта. Ведь сайт – это по факту набор обычных файлов, по большей своей степени текстовых файлов. В среднем хостинг стоит от 200 до 300 рублей в месяц. В принципе, тогда, если вы платите сразу за год, то, естественно, все это будет вам дешевле. Ну, в общем, вы создаете домен, открываете под этот домен хостинг, и дальше вам нужно на ваш домен установить систему WordPress. Вот эти хостинг-компании, которые являются топовыми, которые идут впереди планеты всей, да, они располагают автоматической установкой системы WordPress. Вы просто заходите, там, скорее всего, будет вкладка у каждой хостинг-компании, по-разному все это обстоит. Вы закликаете по вкладке «Установить приложение», выбираете WordPress, задаете логин, пароль, очень важно, задаете сразу e-mail, сразу, во избежание всех неприятностей, сразу задавайте тот e-mail, на который хотите получать все уведомления, все письма о заказах, все-все-все-все. И кликайте по кнопке «Установить», у вас, как правило, сразу оно устанавливается, затем вы должны, либо у вас хостинг даст ссылку, либо перебросит вас, либо вы должны сами ввести в поисковой строке, то есть в адресной строке браузера, название вашего домена, например, там, да, «мобильный телефон в ростове-на-дону.ру», поставить слэш и ввести wp-админ, вот так вот. Перед вами откроется панель авторизации, вы должны ввести ваш логин и ваш пароль, который вы указывали при установке системы WordPress. И после этого перед вами откроется вот такое окошко, это главная ваша настроечная панель, то есть консоль редактирования. На самом деле, у администратора, который занимается настройкой WordPress, есть три режима работы, вот этот первый режим – это консоль редактирования, второй режим – это прям просмотрщик сайта, и третий режим – это визуальная настройка. Как переключаться между этими режимами? Смотрите, наверху видите домик, наводите, перейти на сайт, и перед вами сейчас загружается режим просмотра сайта. Вот, пожалуйста, перед вами открылся режим просмотра сайта, это сайт-пример из моей последней обучающей программы, ну, в общем, вот он открывается, так вы можете прям просматривать. Для того, чтобы вернуться в консоль редактирования, наверху на колесико – консоль. И вот мы вернулись в консоль редактирования, но хотя я хочу вернуться назад еще, и вам показать одну очень важную вещь. Тут, если вы наведете колесико, помимо консоли, есть переход в самые популярные вкладки консоли редактирования, но об этом и позже. И давайте вернемся обратно в консоль. И, как я сказал, есть третья панель – визуальные настройки. Для перехода в эту панель мы можем также перейти на сайт. И тут есть вверху ссылка «Настроить». Кликаем по ссылке «Настроить» и загружается визуальный редактор. Ну, давайте вернемся в консоль, потому что есть еще один способ перейти в эту панель визуальной настройки. Это внешний вид настроить. Ну, давайте сначала разберемся с консолью редактирования. Итак, какие этапы создания любого вида сайтов на системе WordPress? Во-первых, мы сделали домен, естественно, подключили хостинг, установили систему WordPress на хостинг. И перед тем, как начать нашу настройку, настройку нашего сайта, нам необходимо определиться с визуальным оформлением нашего сайта. Для этого в WordPress используются различные темы оформления. Вы их можете найти на специальном сайте сертифицированных тем. Ссылка на этот сайт будет в описании. Вот я нахожусь на этом сайте. И вот, посмотрите, всего около 4 тысяч тем доступны. Например, мне нужен интернет-магазин. Для этого я вожу в поиски. Там вам лайфхак будет такой. E-commerce. И происходит поиск всех различных интернет-магазинов. Кнопку загрузить больше, загрузить больше. Ну, например, мы переходим на любой сайт. На этот сайт. Информация о теме. Смотрите, в описании очень часто пишется демо-презентация сайта, так как он будет выглядеть. Вы можете скопировать эту ссылку и посмотреть, как он будет выглядеть. Либо перейти на домашнюю страницу темы. Теперь внимание. Если вы будете приходить на домашнюю страницу темы, но в итоге у вас в прошлом окошке будет много тем выбрано, то лучше всего скопировать ссылку на эту страницу. То есть нужно ее открыть во втором окошке, во второй вкладке. И так у нас, видите, одна первая вкладка, где у вас, если мы вернем, кликнем вернуться к списку тем, будут сохранены все темы. Если бы мы не скопировали во второе окошко и нажали бы вот по этой ссылке, да, не скопировали ссылку, не открыли во второй вкладке, то при возврате обратно у вас бы отфильтрованные вами темы все сбились бы. Поэтому очень важно это. И кликайте теперь во второй вкладке «Домашняя страница темы» и открывается панель презентации нашей темы, которую представил разработчик. И тут можно посмотреть и демо-версии, и сравнить платные и бесплатные версии. Теперь очень важно с платными и бесплатными версиями. Очень часто, 90% тем, наполовину, они есть, в общем, платная версия и бесплатная версия. И все классности, все вкусности, все фишки данной любой темы, они, как правило, идут в платной версии. И тут, если вы хотите сэкономить и использовать бесплатную версию, вы должны понять, что вам предоставляется в бесплатной версии, и понять, хватит вам ли этого или нет. И для этого нужно использовать информацию с этого сайта разработчика. Вы можете поковыряться, обычно там будет написано, вот как здесь, «Free против Pro», то есть платная и бесплатная версия. Красным, видите, крестиком отмечено, что чего нету в бесплатной версии. В общем, вы должны заниматься изучением. Итак, давайте все-таки вернемся к нашей консоли редактирования. Итак, мы выбрали на том сайте себе тему. Запоминаем ее название, например, ту же вот эту тему мы выбираем, да, запоминаем. Я скопирую это просто название. Очень важно все, что вы устанавливаете на свой сайт, брать с сайта WordPress. То есть, лицензионные продукты. Если вы откуда-то скачаете что-то с интернета, установите себе на сайт, то, возможно, там будет вирус, который взломает все ваши данные, и все-все-все уйдет, и от вас уйдет ваш сайт. Поэтому нужно очень осторожно к этому относиться. Темы. Как же нам установить нашу тему оформления? Внешний вид темы. Здесь. Здесь сейчас отображаются все добавленные темы, которые уже есть на сайте. Нам нужно выбрать «Добавить». Здесь в поле поиска вводим название темы. Я его скопировал. Я название темы скопировал. Вот у нас определяется уже название темы. Можем посмотреть ее. Кликаю «Установить». И потом можем кликнуть «Активировать». Я этого делать не буду. И после того, как вы кликнете «Активировать», ваша тема станет главной темой. То есть она станет не главной, она станет активной. Тут будет уже кнопочка «Настроить». Но тут уже дальше мы ничего не разбираем. Теперь далее. Очень часто в современных темах существует опция загрузки всех необходимых плагинов и загрузки демо-контента. Если эта тема поддерживает такой функционал, то сверху у вас будут подсказки «Бэггин», «Плагин» будет написано и «Загрузить демо-контент». У вас будет уже подсказка, сразу вы все это увидите. Если такого нет, значит ваша тема не предусматривает автоматическую загрузку всех настроек и придется поработать вам над этим. Итак, мы установили нашу тему оформления. Что дальше? WordPress предоставляет возможность разнообразить ваш функционал различными готовыми решениями, которые называются плагинами. Плагины позволяют сделать из вашего обычного сайта интернет-магазин, это делает плагин в WooCommerce, сделать форму обратной связи, разместить кнопки, сделать навигационное меню с иконками, допустим, и многое-многое другое. Любой функционал можно делать с помощью плагинов. Как найти необходимый плагин? У вас для этого есть специальная вкладка «Плагины». Переходим. И вот показаны все активные плагины. Как установить новый плагин? Либо плагины, вот здесь вкладка «Добавить новый», либо сверху «Добавить новый». Кликаем. И у вас вышел каталог с плагинами, которые имеются в сертифицированном каталоге WordPress. И тут вы, например, хотите установить смарт-слайдер, плагин, который позволяет сделать слайдер. И у вас отбираются все возможные плагины, которые похожи с названием. У меня смарт-слайдер, видите, установлен, и тут можно его только обновить. Но также есть другие плагины с похожими названиями. Тут важно смотреть на автора и название плагина. То есть, если вам кто-то посоветовал какой-то плагин, или вы прочли про него в интернете, очень важно, чтобы у них, у этих плагинов, которые вам рекомендовали, которые вы нашли, совпадал автор, потому что вы можете случайно установить не тот плагин. Далее, очень важно смотреть на обновления, как часто он обновляется. Это тоже важно. Здесь вы можете судить о том, насколько разработчик поддерживает этот плагин. Далее, ну, совместим с вашей системой WordPress. Обычно всегда совместим, поэтому, ну, тоже стоит обратить внимание. И на количество активных установок. Чем больше установок, тем качественнее плагин. То есть, вы кликаете «Установить», он устанавливается, и потом можете кликнуть «Активировать», и в итоге вас потом перебросит после активации под вкладку «Установленные плагины». Вот, в общем-то, такая ситуация обстоит со всеми плагинами. Следующим элементом настройки вашего сайта очень важными являются виджеты. Они находятся вот здесь, внешний вид виджеты. Что такое виджеты? Виджеты – это такие элементы сайта, которые WordPress позволяет распределять в специальных, выделенных для него зонах виджет-зоны. Что такое виджет-зоны? Виджет-зоны – это подвал сайта, шапка сайта, сайт-бар. Что такое сайт-бар? Сайт-бар – это, вот все, наверное, помнят, когда, допустим, в интернет-магазине, на том же зоне или Ла Мода, выбираете товар, справа отображаются, категории или какие-то товары рекомендуются. То есть, страницы меняются, а справа колоночка остается. Вот эта зона называется сайт-бар. То есть, что мы можем сделать? Мы можем в специально отведенные виджет-зоны. Эти зоны уже отвел за нас разработчик той темы оформления, которую вы выбрали. То есть, он специально разметил какие-то зоны на сайте под виджет-зоны. И в виджет-зоны можно размещать какой-то контент. Допустим, вот мы установили с вами плагин по созданию формы обратной связи в IP Forms. Он автоматически нам разместил, после того, как мы активировали этот плагин, он автоматически нам создал виджет в каталоге виджетов. И все, что нам нужно сделать, это просто определить этот виджет в определенную виджет-зону, в тот же сайт-бар. Можем либо перетаскивать, либо прямо здесь выбирать, какую виджет-зону мы хотим отнести, тот же, допустим, форму обратной связи. В итоге мы относим, открывается панель настройки, мы выбираем все настройки, там заголовки, даем все, что нужно в зависимости от виджета, и сохраняем изменения. И после этого наш виджет отображается в виджет-зоне. То есть виджет это элементы, то есть меню с виджетами такая панелька, которая позволяет определить местоположение конкретных элементов сайта в определенную виджет-зону. Это очень важно, не путайте это все с плагинами. Теперь давайте поговорим про контент. Контент на WordPress можно реализовать в трех видах. Это записи, то есть посты. Ну, я думаю, все знают, что такое блог, что такое посты, да, то есть это когда есть определенная категория, и к этой категории относятся записи. Есть прям обычные страницы, и есть, если мы говорим про интернет-магазины, есть товары с ихними категориями. Для этого есть специальные вкладки записи, все записи рубрики. Рубрики – это как категории записи. Например, у нас блог про путешествия, мы рассказываем про Европу, и у нас рубрика Европа, и под этой рубрикой идут все остальные записи, там Париж, Испания и так далее. Страницы. Ну, страницы – это просто банально. Страницы – это есть страницы. Тут все понятно. По поводу товаров. Если вы делаете интернет-магазин, у товаров, во вкладке товары, есть также, как под подобно записям, есть категории, то есть вы заводите категорию джинсы, допустим, и внутри в товарах уже заводите каждый товар по отдельности. Так, давайте поговорим теперь про страницы. Как создаются страницы? Находясь во вкладке страницы, во-первых, можно наверху выбрать общую кнопку запись, что добавить, запись, страницу, товар, все что угодно. Ну, страницы добавить новую, и загружается панель создания нашей страницы. Итак, здесь вы вводим заголовок, можете аватар изображения страницы, выбрать, да, и здесь нужно теперь, короче говоря, страницы в классической интерпретации, в классической манере создания, создается через блоки. Плюс, кликаем, выбираем блок, можно классический параграф, потом кликаем внутрь этого классического параграфа, ставим курсор, и тут можно какой-то текст. Когда мы что-то делаем с каким-то блоком, например, давайте добавим блок, а есть заголовок. И когда, находясь здесь, есть вкладка документ, отвечающая за полностью страницу, есть вкладка блок, блок, отвечающая именно за тот блок, на который мы стоим. И тут мы можем выбрать цвета текста, цвета фона, различное форматирование, то есть, те настройки, которые относятся именно к этому блоку. И вот так вот через добавление блоков мы формируем нашу страницу. Когда страница будет готова, кликаем опубликовать, и потом для выхода из этой панели кликаем на этот значок WordPress. Я сохранять, конечно, ничего не буду. В общем, вы должны знать, что страницы формируют, контент формируется с помощью страниц, с помощью постов, и если у вас интернет-магазин, можете формировать еще с помощью товаров с категориями. По поводу товаров с категориями интернет-магазинов, это отдельная история. Да, у меня много всяких курсов есть по этой на эту тематику, потому что создание интернет-магазинов это самая популярная тематика. Поэтому, если хотите пройти курс последний, то пишите мне, я вам дам доступ к этому курсу. Также вы должны знать, что все настройки, связанные с интернет-магазином, делаются вот здесь, в e-commerce настройки. Прямо здесь и доставка, и оплата, и поля, все настраивается именно в этой области. По консоли редактирования в целом это все, но хотелось бы добавить по плагинам, что когда вы устанавливаете плагин, возникает вопрос, где найти его настройки. Либо его название отобразится здесь, то есть название плагина, как вот и тут, название плагина отобразилось, как вот здесь, в e-commerce. Либо в инструментах нужно искать, либо в настройках можете найти. Но, кстати, по настройкам сейчас мы поговорим, переходим в панель настройки, и тут есть несколько интересных вариантов. Здесь, во-первых, что вы можете делать? Вы можете прикрепить новый e-mail адрес, поменять. Вы можете здесь поставить, если у вас сайт предусматривает то, что пользователи должны будут зарегистрироваться, здесь нужно дать разрешение на регистрацию, поставить галочку, и в принципе здесь все. Здесь есть также привет админ, изменить профиль. Здесь вы можете поменять свои настройки, как администратора, поменять логин, отображение. Это очень важно, когда если вы пишете как администратор посты, и внизу под каждым постом выходит ваш логин как автора, вы можете там поменять на более красивый, нежели тот, который указывали при установке системы WordPress. В целом, это все, что нужно было вам знать про консоль редактирования, и переходим к третьей нашей панели, это настроить. Давайте, ну давайте внешний вид, внешний вид настроить. Что себе представляет панель настроить? Панель настроить, слева отображаются вкладки, с помощью которых мы совершаем настройки, а справа текущее состояние вашего сайта. Вкладки зависят в основном от темы оформления, то есть у разных тем будут, по-любому будут разные вкладки, но что-то будет одинаково. Допустим, что будет одинаково? Ну это не самая лучшая тема для примера, потому что тут кое-что модернизировано, но в смысле что будут? Вот, например, если я зайду в WordPress Default, будет вкладка дополнительный стиль, внутри которой вы можете задавать свои собственные изменения на языке CSS, то есть вам не нравится какой цвет у кнопки, да, и нельзя ее с помощью панельки как-то изменить, с помощью кода можно поменять. Настройки главной страницы. Здесь вы будете выбирать, что отображать в виде главной страницы. По умолчанию это будут записи, но в 90% темах это должна быть страница, которую вы выбрали в качестве главной. Обычно эта страница называется Home, Sample Page или пример страницы или главная, то здесь вы переводите радиокнопку на статистическую страницу и выбираете в качестве какой страницы. Какую страницу мы будем использовать в виде главной страницы и как правило нужно обязательно перейти в режим редактирования этой страницы, которую вы выбираете главной и выбрать конкретный формат. Вы его увидите, он будет по названию темы скорее всего как-то называться, но не всегда это нужно делать, поэтому тут очень все зависит от темы оформления. Также есть свойства сайта, в котором вы всегда можете загрузить логотип либо просто название сайта, заголовок сайта отображать. Здесь вы можете загрузить Favicon. Favicon это иконка, которая отображается во вкладке браузера возле названия вашего сайта и в поисковой выдаче, где будет отображаться ваш сайт. Все мы с этим сталкивались, поэтому с этим сложности не должно возникнуть. Также всегда будет у вас вкладка меню и виджеты. То есть виджеты, которые мы там настраивали в консоли редактирования, можете настраивать и здесь. Меню, здесь вы можете создавать навигационный ваше меню. Создаете новое меню и создали, допустим, новое меню. Вот кнопка для создания нового меню. если нужно посмотреть все места, отнесли к определенному месту, определенному для этого меню. Это может быть шапка сайта, может мейн меню, главное меню быть. Все зависит от темы оформления. И уже переходите сюда, в само меню, и через добавить элементы выбираете, что добавлять. Страницы, записи, рубрики, произвольные ссылки какие-то. В общем-то все зависит от темы оформления, которую вы настраиваете. И, кстати говоря, я сейчас еще вернусь к консоли редактированию, кое-что вам забыл рассказать. И очень часто мы переходим в WooCommerce. Это панель настройки вашего интернет-магазина. Здесь вы можете выбрать сколько блоков будет в вашем каталоге, сколько постраничную навигацию можете выбрать. Можете выбрать так, чтобы на странице магазина по умолчанию всегда отображаются просто товары. Вы можете сделать так, чтобы отражались категории товаров, в категории, подкатегории, а в подкатегориях уже товары. Все это здесь настраивается. Для выхода из этой панели всегда не забываем кликнуть опубликовать для сохранения всех изменений и по крестику, чтобы вернуться. Сейчас я вам хотел еще рассказать про меню. Там я вам показывал только что, что в панели настроить можно настраивать меню навигации. Также здесь можно это все делать. Для этого внешний вид и вот меню. И вот, пожалуйста, навигационное меню. Здесь вы можете выбирать меню, какое редактировать. Выбрали меню, кликнули выбрать. Все. Начинается здесь редактирование. Тут также добавление в меню различных записей. Можете произвольных ссылок, страницы. Можете менять местами простыми перетаскиваниями для того, чтобы сделать дочерний пункт для главного меню. Например, у вас джинсы, нужно, под ним был каталог джинсы. Когда вы наводите на пункт каталог, выезжают дополнительные пункты. Для этого нужно сместить на один уровень правее и под тем каталогом, который является родительским. Об этом всем я рассказываю в своем курсе. В любом курсе на самом деле рассказываю и не забываем сохранять изменения. В общем, так вот вы можете таким образом создавать любые виды сайтов на системе WordPress абсолютно без кода, без знаний программирования. Просто буквально несколько вечеров посидеть, вы станете специалистом по созданию сайтов. Если вы хотите стать полноценным разработчиком сайтов, то вы можете пройти мою коучинговую программу WordPress Academy либо вы можете воспользоваться быстрыми программами по созданию интернет-магазинов, по созданию лендингов. Эти программы короткие, рассчитанные для того, чтобы вам нужен сайт конкретный, вы сели, его сделали за два вечера. А большая программа WordPress Academy она именно делает из вас разработчика сайтов. То есть выбирайте свою программу и в принципе напишите мне все ссылки есть в описании под этим видео. В общем, вот такая вот инструкция. Теперь вы уже не чайники, вы уже знаете как создать свой лично для себя или на заказ сайт. Ну с вами был IT-District. Если видео понравилось ставим лайк, подписывайтесь на канал если вы еще не сделали. Возможно на этой неделе вряд ли, но на следующей мы поговорим уже про мобильные приложения. Удачи, всем пока.